Сегодня в Чебоксарах состоялось несколько важных событий. Государственный совет Чувашской республики отметил 20-летие. В нынешнем парламенте Чувашии работают депутаты 5-го созыва. В Чувашии есть депутаты со стажа, можно сказать, профессиональные парламентарии. Их трое. Это Петр Краснов, Юрий Хислов и Киемедин Мифтахудинов. Они были депутатами еще и Верховного Совета ЧССР. Есть и только избранные. Все они принимали сегодня поздравления. За 20 лет работы современного парламента Чувашии были рассмотрены сотни законопроектов, приняли тысячи постановлений. Все это депутаты называют рутинной работой, которая была направлена на благо жителей республики. На рубеже 90-х годов многое в законодательстве создавалось впервые. Сейчас их работу можно назвать профессиональной. Менялись эпохи, менялись политические режимы, формы управления. Но они изменены, оставались статусы и полномочия парламентария. Прежде всего, это законодательное обеспечение государственного устройства правово-регулированной в жизни граждан, а также деятельности хозяйствующих судебных. С 20-летием парламента Чувашских законодателей поздравили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Поздравительные телеграммы направили и законодательные органы практически всех регионов страны. Активно взаимодействуют парламентарии и с исполнительной ветви власти. Наша республика вошла в число четырех регионов страны, разместившие открытые данные по всем необходимым темам. За прошедшие годы по просьбе жителей в нашей республике, Юрий Алексеевич уже сказал, созданы, и они эффективно сегодня работают, четыре новых института. С текущего года заседание правительства Чувашской республики по просьбе депутатов и общественности транслируется в сеть интернет в режиме онлайн для всех, кто хочет в очередь следить за обсуждаемыми вопросами и кто хочет реально повлиять на те или отдельные темы. Народные избранники нынешнего созыва только за два года рассмотрели уже более 200 законопроектов. Немалый инициатив был отправлен и в Государственную Думу России. Помимо этого парламентарии, активные организаторы и участники всех самых важных для республики мероприятий, как в Чувашии, так и на федеральном уровне. На празднике депутаты отметили и тех, кто работает с ними в тесном контакте. Были подведены итоги конкурса среди журналистов и редакции средств массовой информации. Лучшая радиопрограмма, по мнению парламентариев, создается Анастасией Акшаровой, шеф-редактором Национального радио. Второе место в номинации «Лучшая телепрограмма» или «Лучший материал на телевидении о деятельности Государственного совета Чувашской республики» присуждено начальнику продюсерского центра национального телевидения Надежде Яковлевой. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.